Я бы призвал участников форума перейти к теме нашего форума, который огласит честные выборы. Говорить уже конкретно о том, как мы сможем это провести. В связи с этим я должен отметить, что выработки этого соглашения мужского соглашения мы тоже принимали участие. Но, я думаю, может быть его назвать еще по-другому, соглашение кандидатов и передать в парламент, чтобы они приняли как постановление ее или как закон. Тогда бы оно имело реальную силу. Потому что, я думаю, что там написано, никто не против, я думаю, что депутата хватит сил для того, чтобы это обсудить и принять достойное решение. Но, тем не менее, я хотел бы обратить на некоторые стороны этого процесса предвыборного. Первое – это подкуп. Все-таки мы сможем избавиться от подкупа или нет? Или вот так бессовестно придя, купив голоса людей, будем сидеть в парламенте или президентом? Как совести у них хватает вот это делать? Все-таки мы все знаем, что это пока произошли выборы. Это с тотальным подкупом. Причем безобразным таким, наглым. И хватает еще совести потом у этих людей сидеть в парламенте или быть президентом и выступать. Я думаю, что вот эта проблема – это основная проблема. Вот смотрите, возьмем законодательство, которое сегодня действует. По закону о выборах президента избирательный фонд президента составляет 50 миллионов сомов. Значит, если ничего не делать, просто взять по 500 сомов, купить голоса избирателей, то это будет 100 тысяч голосов, и тебе, пожалуйста, уже второй тур обеспечен. Ничего не делая. А мы, граждане, все это видим, знаем, говорим об этом, и все равно лицемерим, и все равно, так сказать, на это все созерцаем. Вот первый заслон мы должны поставить подкупом. Значит, для этого первый шаг, пожалуйста, представитель парламент СИЭД, уменьшите этот фонд до 5 миллионов. Здесь же еще другое есть. Значит, заключаются договора с этими агитаторами, заключаются на законном основании, не со 100 тысячами, а с миллионом. Потом ты не докажешь. Какие-то потом после выборов эти договора рвутся и не проводятся через отчеты партии или через отчеты кандидата. Продолжение следует...